МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ОВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Серебряное волонтерство, помощь тем, кто нуждается от возраста, не зависит. Это люди категории 50+. Они полны опыта, которые готовы поделиться. В ВИДНОВском историко-культурном центре открылась выставка «Молодые художники Подмосковья». Сейчас я экспериментирую и больше пишу темпером, маслом. А здесь, наверное, мои самые любимые работы. Телеканал ВИДНОЕ ТВ ищет оператора. Но на этот призыв пока откликнулись только ученики 2-го класса ВИДНОВского художественно-технического лицея. Мне понравилось, потому что тут как раз интересно. Можно пройтись, узнать, как делают разные съемки. Кто такой волонтер? Большинство из нас сразу представляют себе школьников или студентов, свободные от учебы время, бескорыстно выполняющих какую-либо работу. Но реализовать себя в добровольной, общественно-полезной деятельности можно в любом возрасте. Это доказали авторы проекта «Серебряное волонтерство», который в скором времени заработает и в нашем муниципалитете. С подробностями Екатерина Борисова. В Ленинском районе совсем скоро стартует необычный проект под названием «Серебряное волонтерство». В качестве волонтеров в нем выступают люди старшего возраста и пенсионеры. Этой теме была посвящена очередная встреча общественной палаты. В гостях у общественной палаты Ленинского района один из авторов проекта – директор Центра развития социальных технологий Анна Рекова. Уже четыре года Центр реализует множество программ для людей старшего возраста. Развивает «Серебряное волонтерство», содействует в трудоустройстве, занимается обучением. С выходом на пенсию у многих резко сужаются социальные связи, говорит Алла. Люди перестают чувствовать себя нужными. Отсюда подавленное состояние депрессии и болезни. «Когда люди к нам приходят, а часто к нам приходят в депрессивных состояниях, и когда мы предлагаем, что есть такая возможность вовлечься в «Серебряное волонтерство», меняется кардинальная жизнь людей. Глаза горят, они чувствуют свою нужность, они в центре событий находятся, у них все интересно, дома к ним стали по-другому, они сами говорят, что дома к нам стали относиться по-другому». Сейчас только в Москве работают на постоянной основе уже более 400 серебряных волонтеров. С этого года к проекту присоединяется и Подмосковье. Развитие серебряного волонтерства в Ленинском районе инициировала общественная палата. «Совсем привыкли, что люди пожилого возраста, пенсионеры – это социально нуждающиеся люди в каких-то социальных благах. Но не всегда это является так. У нас есть социально активные пожилые люди, которые готовы тратить свое время, тратить свои силы на благо общества, которые готовы участвовать на простых общественных началах». «Это люди категории 50+. Они полны опыта, которые готовы поделиться. Серебряные волонтеры реализуют себя в нескольких направлениях. Это может быть и культура, и экология, и спорт. То есть каждый человек выберет себе направление по своему желанию». Серебряных волонтеров чаще всего задействуют в проведении форумов, конференций, спортивных мероприятий. Еще есть культурное, экспертное и социальное волонтерство. Люди сами могут выбрать ту область, которая им наиболее интересна. Повышение качества жизни самих серебряных волонтеров – это, пожалуй, самый главный социальный эффект от такой деятельности. Екатерина Борисова, Константин Прилов, Ольга Садовская. Видно этого. В Видновском историкокультурном центре открылась выставка «Молодые художники Подмосковья». Но пусть вас не обманывает слово «молодые». Картины многих авторов выставлялись на значимых выставках за рубежом – во Франции, Италии, Швеции и Китае. И вот теперь оценить мастерство молодых художников появилась возможность и у нас. Наши ближайшие соседи из Подольска впервые показывают свое творчество в Ленинском районе. И начинаем наше знакомство с молодежной выставкой. В 2013 году при Подольском городском отделении Союза художников России создано молодежное объединение. За шесть лет проведено немало выставок, в том числе и за границей. При подготовке экспозиции в Видном организаторы старались выбрать лучших из лучших. Критерии одни – качество, показать, во-первых, лучшие работы художника, с лучшей стороны показать. И посмотреть, на что способна молодежь, как выглядит молодежное объединение нашей организации. 16 молодых авторов представили более 80 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. На выставке художников из Подольска – картины с самыми разнообразными сюжетами. Это словно маленькое путешествие по эпохам России и миру. Есть даже картина, выполненная в технике глазурирования под названием «Нотр-Дам». Актуально. Юлия Конюхова учится в Москве, в Строгановской академии. Она работает в различных техниках, но на выставке представлены ее акварельные картины. Здесь есть работа, посвященная Крыму, и я очень люблю путешествовать, ходить в горы. И я постаралась на одной из работ, которая называется «Сосновый воздух. Крым» передать освещение легкости, свободы, которую ощущаешь в горах. Надеюсь, это получилось. Как и положено молодым людям, практически в каждой работе творческий поиск, желание выразить себя, показать свой, ни на что не похожий мир. Вот такая удивительная картина, которая называется «Икар». Все, что было конкретно с ним, за что он получил Икар, он летит уже вниз. Посмотрите, где это молодой человек в сегодняшнее время? То есть это человек, вернее, сегодняшнее время. Посмотрите, что у него в Икар, посмотрите, какие осколки. Сейчас произведения молодых художников находятся в музеях и галереях России и зарубежных стран. Многие из них весьма востребованы как настоящие профессионалы. Эта работа – это как творческая скульптура. Ну, вообще, я, конечно, делаю на заказ тоже различные скульптуры всякие. У нас была встроена в кишколу именно монументальная. То есть именно для памятники, например, украшения именно зданий, например, с скульптурами, рельефами. Ну, и, конечно, делаю скульптуры для интерьера. Выставка «Молодые художники Подмосковья» продлится до 19 мая. Вход свободный. Максим Козлов, Егор Хлябич, Валерия Паце, Сергей Ларин. Видное ТВ. В деревне Горки в досуговом центре «Юность» состоялся необычный флэш-моб, посвященный Дню Здоровья. На разминку с призывом «За здоровый образ жизни» вышли гости учреждения. Чем запомнилась акция и как прошел спортивный праздник, узнал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Мы за здоровый образ жизни! На флэш-мобе по случаю Дня Здоровья, хоть и было немного людей, зато все они с удовольствием приняли участие в динамичной разминке с элементами танцев. Под энергичную музыку на свежем воздухе прийти к принципу «в здоровом теле, здоровый дух» значительно проще и интереснее. Зарядку для детей и взрослых проводила руководитель танцевальной студии Светлана Шеева. По ее словам, такой формат увлекает больше, чем обычная гимнастика. Ну, с танцами, да, потому что немножко как с зарядкой, вот эти спортивные движения немножко скучновато. Нужно как-то повеселее сделать. Вот так вот и пришла мысль. По мнению заведующей филиалом Центра досуга «Юность» деревни Горки Натальи Иштугановой, День Здоровья – отличная возможность на личном примере показать детям, как идти со спортом по жизни. Все стараются пройти здоровый образ жизни. Мы решили поддержать эту акцию, потому что стараемся не пить, не курить и заниматься спортом. Так как у нас это досуговая площадка, здесь больше нас молодежи. Стараемся каждый праздник мы поддерживать. После разминки все отправились в Центр досуга, где продолжилась спортивная программа. Одни отдыхали, другие играли в аэрохоккей, а взрослые наблюдали за веселыми забавами ребят. Елене Осиповой мероприятие, посвященное Дню Здоровью, понравилось, ведь в своей профессии она редко сидит на месте. У меня образ жизни динамичный, у меня работа связанная с детьми, как ни крути. Поэтому, да, приходится с детками так прыгать, веселиться. Однако не только спортом занимаются маленькие гости учреждения. В досуговом центре «Юность» для детей собрано много развлечений. Изучение английского, рукоделие и так полюбившиеся ими танцы. Танцы здесь любят больше всего, поэтому и разминка другой быть не могла. Анна Осипова, как и многие здесь, занимается танцами. Помимо активных движений, она видит в занятиях дополнительные плюсы. Танцы, потому что здесь современная музыка и она очень классная. Регулярные занятия спортом, а именно танцами, делают День Здоровья в досуговом центре «Юность» практически рядовым событием, поскольку здесь с малых лет детей приучают к активной спортивной жизни. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ. Телеканал «Видное ТВ» ищет оператора. На этот призыв пока откликнулись только ученики второго класса Видновского художественно-технического лицея. Ребята увидели, чем занимаются представители разных профессий на телевидении и, возможно, задумались о будущей специальности. По крайней мере, в этом уверена Анастасия Воронина. Уже при входе ребята познакомились с историей телеканала с помощью фотографий сотрудников «Видное ТВ». Побывали в конференц-зале, где проводятся редакционные оперативные совещания, а после в полной тишине отправились в студию прямого эфира, где в это время записывалась одна из программ. И это все новости на сегодня, в субботу, в ваше время. Смотрите итоговые выпуски, расскажем о самых главных событиях проходящей недели. До свидания. Затем ребятам разрешили войти в студию. Здесь им рассказали о работе ведущего, а некоторым предоставилась возможность самим попробовать себя в этой интересной роли. Ведущий фарк Богдан. Сегодня вы увидите самое яркое, как второй Б-класс из школы-лицея пришел к нам в гости. Юные гости увидели все этапы создания новостей. Корреспондент телеканала Максим Козлов показал ребятам только что отснятый материал. Из которого он готовит новостной сюжет. Оператор, который нас сейчас снимает, он вообще самый главный человек, как вы, наверное, знаете, на съемках. То есть он ходит, снимает все, что происходит. Вот школу, зал, спортивный зал, коридоры. Показали ребятам и монтажные комплексы, где непосредственно собираются сюжеты и выпуски новостей. Также второклассники побывали в виртуальной студии, а потом поделились своими впечатлениями от увиденного. Мне понравилось, потому что тут как раз интересно, можно пройтись и узнать, как делают разные съемки или разные новости. И как можно знать знаменитым. Мне кажется, что профессия ведущего очень интересная. Я бы так же, как и Татьяна, хотела выступать перед людьми и рассказывать им про новости, про погоду, про очень интересные вещи. Несомненно, дети узнали много нового и интересного, а также получили массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Если вы, в отличие от второклассников, знаете, как работает видеокамера и что такое видеосъемка, приходите на Видное ТВ. А я расскажу о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 18 апреля, на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков температура плюс 9 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.